В эфире первое карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Почти 500 детей Октябрьского района Караганды могут остаться без детского сада. В области собираются приватизировать 44 предприятия. Заработали комиссии по легализации имущества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В период с 2013 по 2014 учебный год была оплачена учеба двух студентов. На новый учебный год будут обучаться за счет компаний пять студентов в Каргу имени Букетова и семь студентов в КарГТУ. Компания ТО Караганды Жолдары готова профинансировать обучение одного студента за четыре года с дальнейшим его трудоустройством на своих объектах. От молодых же людей, которые присутствовали при подписании меморандумов, ждут только одного – успешной и добросовестной учебы. А компании уже присматривают себе будущих работников. В рамках программы СРПН-2050 студенты Политехнического колледжа получили гранты на обучение. Также среди них немало студентов из разных регионов Казахстана, изъявивших свое желание обучаться в шахтерской столице. Обучающий более четырех тысяч студентов Карагандийский технический колледж открыл двери для нового учебного года. Сам колледж основан в 1931 году. В учебном заведении на данный момент трудятся 250 преподавателей. Есть специальная учебная шахта. Теперь молодые ребята, которые удостоились государственного гранта, намерены получить достойное образование. На сегодняшний день перед нашим государством стоит задача попасть в тридцатку лидирующих стран. Я в надежде, что полученные вами знания послужат во благо нашему государству. Тот факт, что вы удостоились гранта от программы СРПН-2050 – это отличная возможность. 150 студентов получили грант по программе СРПН-2050 в семи регионах республики. Одним из таких счастливчиков стал Аймбол Бердебаев. Он специально приехал из Алматинской области для продолжения своего обучения. Я приехал сюда по программе президента. Я благодарен за предоставленную мне возможность. Мы получили от политехнического колледжа ценные подарки. Я очень рад, что в нашей стране создаются условия для продвижения государства. Для студентов, получивших грант по программе СРПН, а также прибывших из других регионов нашей страны, создаются все условия. Выделяются комнаты в общежитии. Ануар Сидрахим, Шалкар Алтумбеков, Бахтяр Успанов, 1-й Карагандинский. Первый раз в первый класс. В почти 90-х школах нашего города прошел День знаний. Школа гимназия номер 39 имени Макжана Жумабаева занимает третье место в рейтинге среди карагандинских школ. В новом учебном году гимназия номер 39 принимает у себя 117 учеников первого класса. Для детей, впервые переступающих порог школы, открыты 4 класса. Детям, которые впервые пришли в школу, я желаю огромного здоровья. Желаю, чтобы в будущем они стали почетными гражданами нашей страны. В этом году учебное заведение удостоилось награды «Лучший дом обучения». Учеников первого класса встречали казахской традицией шашу. Преподаватель, принявший под свое крыло свежеспеченных школьников Бахаткуль-Бакенова, считает, что знания детям надо давать совместно с родителями. Только соединив усилия родителей и учителей, дети смогут достичь больших успехов. Я в надежде, что эти счастливые дети станут великими гражданами нашей страны. В планах у меня проводить совместную работу с родителями по воспитанию их детей. День знания – значимый праздник в нашей стране, которому уделяется огромное внимание. Начиная с концертных программ, праздник продолжился открытыми уроками. Почти около 500 детей Октябрьского района могут остаться без детского сада. Спустя почти 5 лет после постройки поврежден фундамент дошкольного учреждения «Тулагай», что в Майкудуке. Срок капитального ремонта, который начался всего полмесяца назад, должен закончиться до 1 октября. Удастся ли вовремя устранить все неполадки в детском саду, узнавал наш корреспондент. Закрытие садика, который принимал 485 детей, стало для всех полной неожиданностью. Руководство детского сада и не скрывает, что нарушения в здании были и раньше. Однако шевелиться они стали только после того, как увидели сильные дефекты фундамента. Отмечают, неполадки появились еще в начале года. Но администрация ситуацию не драматизирует. Говорят, трещины в здании есть, но не так все страшно. Были неполадки с фундаментом, это подводные воды. Они размывали немножечко, но мы вовремя определились, нашли, где какая, почему проблема, трещины и посадка здания. И сейчас устраняется это все с этими подрядчиками. На ликвидацию всех нарушений капитальный ремонт в саду представители местной власти выделили 22 миллиона тенге. Эти деньги уйдут на усиление фундамента и замену перегородок. Однако подрядчики, которые дают всего год гарантии, боятся не успеть закончить весь объем работ вовремя. Может быть, это из-за того, что не все работы сразу были учтены. Приходится некоторые работы согласовывать еще с институтом. У нас год гарантии на то, что те работы, которые мы выполнили, что к ним не будет претензий. То качество, которое гарантировано, мы соблюдаем все строительные нормы и правила, которые предусмотрены. И то, что за свою работу мы гарантируем. Детский сад, строительство которого обошлось в 400 миллионов тенге, рассчитан на 320 детей. Однако учреждение обслуживает почти весь Октябрьский район. Со слов руководства детского сада, 25 детей на время строительных работ временно распределили по другим учреждениям города. 80 сотрудников взяли отпуск за свой счет. А пока в стенах здания остаются только директор детсада и те, кто занимаются его ремонтом. Родители остальных 460 детей в растерянности. Они планировали, что их дошкалята будут ходить в детский садик Толагай. Мирамгуль Салхимбаева, Айден Жакан, Бахтия Руспанов, Первый Крагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercule. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Мы доверяем бизнесменам. В Карагандинской области собираются приватизировать 44 предприятия. По этой причине была организована встреча с Акимом области. Были даны указания для Палаты предпринимателей. Из 44 предприятий 6 принадлежат областным коммунальным предприятиям, 38 районным и городским коммунальным предприятиям. Представители Палаты предпринимателей считают, что если пойти на такой шаг, то экономика нашей страны непременно начнет развиваться и поспособствует государству влиться в число развитых стран. Если сказать о цели приватизации, то это однозначно, чтобы государство не занималось бизнесом, чтобы мы развивали свою конкуренцию и качество своих услуг. В данных областях в основном приватизируются объекты здравоохранения, образования, соцкульпт быта и спорта. Лучший менеджер всегда будет являться частник. Также государство планирует отдать частные руки больнице, находящейся на балансе у государства. Но поспешили предупредить, что все льготы от государства останутся. Цель, которую преследует вторая волна приватизации, проста. Путем конкуренции среди бизнесменов правительство намеревается повысить качество предоставляемых услуг. Ануар Сидрахима, Денджакамбах, Тиару Спанов, Первый Караганинский. Продолжаем выпуск. Отопительный сезон в Караганде начнется 1 октября. Правда, еще не все дома готовы к зиме. Сначала тепло дадут в здания соцкульпт быта, а потом уже в многоэтажные дома. Информация об этом прозвучала на совещании в Экемате Караганинской области. О готовности нашей области к отопительному сезону рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Касимов. По его словам, мы готовы к зиме на 95%. Все необходимые работы завершены в 773 объектах образования, 37 объектах спорта и 271 объекте здравоохранения. Что касается жилых домов, то акты от услугодателей получили 5784 многоэтажки. Добавим, что в Караганде не все дома готовы к отопительному сезону. Но Аким города, выступая на совещании, обещал исправить ситуацию. Что касается теплоисточников, то к зиме полностью готовы Каргресс-1 и ТЭЦ-1. Ремонтные работы завершены на 16 котлоагрегатах и 6 турбинах. При этом продолжаются работы на 7 котлах и 7 турбинах. Кроме того, в этом году отремонтировали и привели в порядок 48 локальных котельных. 119,5 километров тепловых, 3475 километров электрических, 146,2 километра водопроводных и канализационных сетей, а также 804 подстанции. Как проходит подготовка к отопительному сезону, контролируют и депутаты городского маслихата. Об этом вы узнаете завтра в новостях на Первом Карагандинском. Сегодня состоялась внеочередная 28-я сессия областного маслихата. В работе сессии принял участие Аким Карагандинской области, Нурмухамбет Абдебеков. На сессии был рассмотрен ряд вопросов. Первый из них – это внесение изменений в решение 22-й сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2013 года об областном бюджете на 2014-2016 годы. По этому вопросу с докладом выступила исполняющая обязанности руководителя Управления экономики и финансов Ольга Чернявская. Было рассмотрено перераспределение бюджетных средств по 15 функциональным группам. В проекте областного бюджета по поступлениям учтено уменьшение поступлений индивидуального подоходного и социального налога в более 800 миллионов тенге в связи со снижением численности работников на акционерном обществе Арселор Миттл Тимиртау. На досрочную пенсию вышли более тысячи человек. На предприятиях корпорации «Казахмыс» произошла оптимизация штатной численности. В результате, с учетом внесенных изменений, доходы составили 174 430 миллионов тенге. Дефицит бюджета исчисляется суммой в 1922,9 миллиона тенге. В Карагандинской области для проведения необходимой работы открыт 21 пункт по приему документов на легализацию и создано 18 комиссий по рассмотрению этих документов. С 1 сентября в области начата работа по приему документов на легализацию имущества. Всего образовано 18 комиссий, оборудован 21 пункт приема документов в Караганде, Саране, Каражале по два пункта, а в остальных регионах по одному. Помещения пунктов означены необходимой оргтехникой. В настоящее время в области имеются 46 экспертов, осуществляющих техническое обследование зданий и сооружений на соответствие объекта строительным нормам и правилам. Еще 8 специалистов подали заявки на получение лицензии. Аким области Нурмухамбет Абдебеков посетил одну из комиссий в Казыбекбийском районе Караганды. Он ознакомился с условиями работы, осмотрел стенды с материалами, выслушал отчет руководителя рабочей группы по легализации Моната Бейспекова. Больший процент людей приходили по вопросам легализации квартир, дачных участков, по вопросу легализации бараков, других нежилых строений. Также автотранспорта. И поэтому по этим всем вопросам мы дали полные, четкие ответы, консультации, для того, чтобы они могли при необходимости легализировать их. Разработаны информационные буклеты, установлены информационные стенды с образцами форм заявлений, перечнем документов для оформления легализации, сведения о составе комиссии о наличии экспертов. Напомним, в Казахстане с 1 сентября стартовала акция по легализации капитала. Главой государства 30 июня 2014 года был подписан закон об амнистии граждан Республики Казахстан, аралманов и лиц, имеющих вид жительства в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества. Надеюсь, что принятые нами организационные меры позволят своевременно, правильно, грамотно провести всю эту кампанию. И у людей, кто обращается с соответствующими заявлениями, не будет никаких препонов для того, чтобы провести и легализовать свое имущество. Напомним, что легализации подлежат деньги, ценные бумаги, доли участия в уставном капитале юридического лица, недвижимость, находящаяся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Республиканская акция по легализации капитала продлится до 31 декабря 2015 года. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Зергер Караганда, 2014. Традиционный конкурс ювелиров пройдет в шахтерской столице. Каждый желающий может представить по одному изделию или комплекту на этот конкурс в разных номинациях. На конкурсных работах обязательно должны быть бирки с названием и указанием цены. Такие требования к изделиям выдвинули, потому что во время конкурса желающие смогут купить понравившиеся им украшения или сувенир. Одной из главных наград станет приз на лучшую классическую работу. В этой номинации ювелиры могут использовать любые драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. Оценивать будут мастерство и оригинальность работы. В отдельной номинации будут представлены традиционные казахские украшения и детали конской упряжи. Мастера также смогут выставить коллекционное оружие, ручной работы и сувенирную продукцию. Отдельно судьи оценят мастерство художественной обработки камня. Финал конкурса пройдет с 24 по 26 октября в здании партии Нур-Отан. Заявки потенциальные участники могут подавать уже сейчас. Судя по прошлым годам, этот конкурс привлекает огромное число как мастеров, так и желающих приобрести оригинальные изделия. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Манса Уолмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова